Сегодняшнего урока следующие три буквы азбучной проповеди или азбучной гамелии святых Кирилла и Мефодия. Наш, он и третья буква, покой. Мы сразу же узнаем, что эти все буквы в близком начертании сохранились в нашей гражданской азбуке. Н, О и П. Начинаем рассмотрение первой буквы. Буква наш. Буква эта обозначает цифру. Цифра эта пятьдесят. Вспомним, что псалом, который каждый христианин должен знать наизусть, пятидесятый, начинающийся со слов «Помилуй мя Божия, повелица и милости Твоей» есть наш псалом. Мы все время должны каяться, потому что образец покаяния оставил нам царь и пророк Давид пятидесятым псалмом. Это воистину наш псалом. Слово «наш» является местоимением, притяжательным местоимением, но при нем нет существительного, которое оно определяет. Значит, мы знаем, о ком идет речь. Например, когда мы говорим «наш» на месте, это значит «наш руководитель» или «наш папа» на месте. Мы знаем, о ком идет речь. И знали святые братья, о ком они составляли азбучную проповедь. Здесь говорится о Господе. Сочетание «бог наш» очень частое в священном писании. Например, кого не взволнует возглас священника в рождественскую ночь? «Кто Бог вели, яко Бог наш?» То есть кто более величествен, чем наш Бог? Обратите внимание на знак препинания. В слове «наш» мы в конце поставим точку с запятой. По-церковно-славянски это знак вопроса. Но этот вопрос риторический, потому что мы знаем ответ, что нет никого, кто был бы более велик, чем наш Господь. Напишем, что это Псалом 76 и стих 15. И что же мы слышим? Радостно ликующий ответ хора. «Ты, если Бог, творяй чудеса!» И многократно повторяется «творяй, творяй, творяй чудеса!» В знак Святой Троицы трижды. Действительно, наш Бог есть Творец, и Он творит чудеса. Вспомним еще один очень радостный Псалом в Псалтире. Когда избранный народ вышел из Египта и вошел в землю обетованную, то он восславил Господа. И в 113-м Псалме, в стихе 11-м читаем. «Бог же наш на небесе и на земле, вся елика в восхоте сотвори!» Так и чувствуется песня. «Бог же наш на небесе и на земле, вся елика в восхоте сотвори!» «Вся елика в восхоте сотвори!» Такой радостный, очень мажорный весь сам этот Псалом. Буквы местоимения и их начертания в глаголице и кириллице. Господь Иисус Христос учил нас молиться. «Отче наш, и же еси на небесех». Мы читаем эту молитву в Евангелии от Матфея, глава 6, стих 9. Обратим внимание на то, что в молитве «Отче наш» два местоимения рядом. «Отче наш, и же еси на небесех». А мы знаем, что местоимение «и же» не просто значит «который», «бог наш, который на небе», а «и же» ещё значит, что это определённый артикль, тот самый, что на небе. Потому что бывает много ложных предметов, ложных богов. А теперь обратимся к начертанию буквы «наш» в глаголице. Мы уже с вами говорили, что глаголица азбука составлена из основных христианских символов. И вот действительно начертание буквы «наш» очень близко к кресту. Вспомним другие местоимения церковнославянской азбуки и посмотрим, как же они изображаются в глаголице. Прямо начинается азбука. С чего? С местоимения «аз», и мы знаем, что она изображается крестом. Следующее возьмём местоимение, которое мы уже тоже прошли. «И же» – тот самый, который. Как же пишется «и же»? А мы говорили об этом, что «и же» – первая славянская буква, которая вообще стала известна миру. Именно «и» – Иисус Христос. «И» – первая буква. И она-то была заложена в основу славянской письменности. Помните, мы говорили, что «из кони бяше слово» – первые две буквы составляют монограмму Христа. И Иисус. И вот эта первая буква «и», которая в славянской азбуке названа «и же» – тот самый, наш Господь. Она изображается каким образом? Она изображается кругом, и над ним треугольник. В знак Святой Троицы – треугольник, а круг – в знак бесконечности божества. Ну и, наконец, осталось у нас ещё одно местоимение, которое тоже, как мы рассмотрим на сегодняшнем же уроке, связано с указанием на Бога Небесного. Он – вон там. Мы знаем, что местоимение «он» указывает на очень далёкий, но точно существующий и известный нам предмет. Как же рисуется местоимение «он» в глаголице? Оно указывает на бесконечность божества. Оно рисуется дугой с двумя кругами. Вот это местоимение «он». Ну, о нём у нас речь впереди. Значительную долю словаря на букву «наш», на «н» по-русски, составляет отрицание «не». Но всегда ли это отрицание является отрицанием? Вспомним, как мы с вами говорим в народной поэзии, в нашей обыденной речи. «Ненаглядный мой», «леса непроходимые», «времена незапамятные», «человек неугомонный», «лист падает с деревьев невесомый», «дали у нас неведомые». А в общем-то здесь не отрицание, здесь утверждение чего-то. «Неугомонный» – это значит «очень живой», «дремучие леса» – это густые, в которых трудно пройти, но это утверждение, это не отрицание. Непостижим и бесконечен Бог. Мы не можем его описать, и тогда мы начинаем описывать Бога через «не», отсекая у него свойства твари, всё, что ему не свойственно. Такое богословие называется апофатическим. И мы характеризуем Бога так – непостижимый для нашего ума, невидимый, живущий в свете неприступном. Бог, если тварь тленна, то Бог не тленен, Он свободен от истления. Он неисследный, Он невместимый, Он неописанный нами. А Господа Иисуса Христа мы называем камень нерукосечный, который отсекается от горы несекомой. Мы знаем эту гору, это Пресвятая Богородица. Богородица тоже для нас тайна непостижимая. И Пресвятую Богородицу мы часто именуем через «не», которое не является отрицанием. Невеста неневестная. Стена нерушимая, молимся мы к ней. Неупиваемая чаша, неопалимая купина, неудобовосходимая глубина, независный источник. Мы слышим в каноне на службе, что мы Богородицу называем независным источником. Независный источник, че, обращаемся мы к ней. Что значит независный? Это неиссякаемый, неоскудеваемый источник милости и благ. Бог не познаваем, но смиренная жизнь во Христе дает нам познание Бога. Прочитаем стихотворение Федора Ивановича Тютчева, которое он написал в 1870 году. Чему бы жизнь нас не учила, но сердце верит в чудеса. Есть нескудеющая сила, есть и нетленная краса. И увядание земное цветов не тронет неземных, И от полуденного зноя роса не высохнет на них. И эта вера не обманет того, кто ею лишь живет. Не все, что здесь цвело, увянет. Не все, что было здесь, пройдет. Но этой веры для немногих лишь тем доступна благодать, Кто в искушениях жизни строгих, Как вы, умел любя страдать, Чужие врачевать недуги своим страданиям умел, Кто душу положил за други и до конца все претерпел. Задание к уроку Задание первое. При помощи церковного календаря Найдите не менее десяти новомучеников и исповедников российских XX века, Носивших имена Николай, Нестор, Никита, Назарий, Нина, Нонна, Надежда, Наталья. Установите даты их памяти и ознакомьтесь с житиями. Задание второе. Обратите внимание на значение следующих церковных слов И установите их различия с русскими. Наказание на учение и наставление. Напрасно, внезапно вдруг. Напрасно судья приидет из молитвы. Наглый, неожиданный. Да наглая смерть не похитит мя неготового из молитвы. Неприязнь, зло, дьявол. Но избави мя от неприязни. Заключение молитвы Господней в древности.